Ну, в принципе, так думать вам никто не запрещает. Ты не умеешь готовить? Я умею готовить! Я тебя просил позарить яйца, ты их позарила, не разбивая! Формулируй свои желания правильно! Всем салютики, мои дорогие! Сегодня у меня на завтрак яйца с цветной капустой, с помидоркой, посыпана сыром, с беконом, кстати, забыла сказать, с беконом. Огурчики свежие и сарделька для некоторых очень любимая. Сейчас я вам кое-что поведаю, развею, так сказать, фантазии некоторых. Всем приятного аппетита! Одна из моих специализаций – это повар детского и диетического питания. До 19-го года у нас с мужем был частный детский сад, и я вложила все усилия, чтобы не нанимать повара, а отучиться самой, не просто так, как все хозяйки готовят, а чтобы знать какие-то нюансы, раскладку, то, все, пятое-десятое. Ну, кто в этой сфере в общепитии работает, тот знает. Чтобы все было тип-топ. Я работала поваром сама. И когда мы открывали сад, набирали детишек, обсуждали меню с мамочками, потому что очень много есть детишек с аллергией, надо это все учитывать. И, соответственно, мамочек угощали. У нас была такая дегустация. У нас был в саду завтрак, второй завтрак, затем обед после уже прогулки. Ну, это везде так, в принципе, такая схема. Затем тихий час, потом полдник, и дети уходили домой уже. Там их начинали забирать. То есть у нас не было ужинов, но полдник был плотный. Так, что я хочу сказать. Так вот, мамочки пробовали блюда, которые я готовила. Мы проводили даже дегустацию, чтобы они имели представление, чем кормят их детишек. Мамочки были все в восторге. Детки у нас кушали просто прекрасно. Поэтому, кто заявляет о том, что я не умею готовить, вы круто ошибаетесь. Это раз. Во-вторых, если я поела, это как бы, знаете, после чего? Да это после всего, на самом деле. Если я поела доширак, или вот тут пюре я ела, под которым мне уже там, я не знаю, целую ленту высказывания, что ты не умеешь готовить и так далее, дожила до седых волос. У меня нет седых волос. У меня блонд. Я прекрасно готовлю. Я королева. Да, я королева. Для своей семьи, для своих друзей, для своих родных. А для вас я, для тех, кто возмущается, для вас я всегда буду самой ужасной. Да ради бога. У нас садик существовал 6 лет. А вот потом, когда начался ковид, тут возникли сложности по разным причинам. Ну, сами понимаете, там такая была и атмосфера не очень. И у нас получилось, что надо было, конечно, может быть, переждать какое-то время, но это все в неизвестность. И получалось так, что аренду мы платили просто в пустоту. Но вот ходило два ребенка. Поэтому, например, обывало и ни одного не придет. То есть, мамочки боялись. Боялись, мало ли что. Ну, в общем, короче, там целая эпопея была. Поэтому нам пришлось закрыться. Да, потом, когда все уже устаканилось, мы могли бы открыться заново, да. Тем более там, где у нас был сад, еще была возможность все это восстановить. Там, так скажем, само помещение пустовало. Это квартирный тип был, трехкомнатная квартира. Но, во всяком случае, мы не стали. Потому что, во-первых, у мужа очень плотный график стал. Очень. Некогда было. И потом я, вот когда ковид начался, я его вытянула на дачу. Я сказала, ну нафиг этот Питер. Я не хочу по Питеру там что-то бояться. Везде можно бояться, но с другой стороны, на дачу всегда спокойнее в пригороде. Поэтому как-то вот так вот. Поэтому мы спрятались на даче, скажем так. Вот. Так что не надо мне ля-ля. Что-то я так сделала, не так. О. Я прекрасно готовлю. Я ем на завтрак очень много разных блюд. Если остаётся что-то с ужина, я перекидываю на завтрак. Когда мы вдвоём с мужем, я готовлю мало на ужин. Соответственно. Когда нас четверо, уже больше идут расходы. Поэтому остаётся всегда. А так, конечно, ну что, яичницу там, я не знаю, то-сё. А как я должна завтракать-то? Хотя это у меня как обед уже. Готовлю я обед и ужин. Такие люди все. Прямо, я не знаю. А то мне написали, чтобы я корону сняла. Зачем? У меня должна быть корона. Так что я очень хорошо готовлю. Я могу похвастаться этим, действительно. Конечно, на даче у нас блюдо попроще, потому что есть много нюансов в приготовлении. У нас есть, да, газ маленький, но просто дело не в этом. У нас плиты нет вот этой, господи, духовки нормальной. Так я очень люблю запекать. Электродуховка стоит, но мне в ней почему-то не очень нравится. Поэтому, как бы так, что попроще. У меня даже в соцсетях до сих пор мамочки ещё есть в друзьях, поэтому и даже пишут иногда, что ну спрашивают, как дела? Одна написала, что вы знаете, я вас видела, как вы едите. Вот ни у кого агрессии не было. Не знаю, ни у кого кто меня увидел, наоборот, сказали. Спасибо вам за то, что так вкусно кормили наших детей. Но уж точно не дошираками. и заколебали бы допотопные мумии писать мне о том, чтобы я сняла сардельки, как она там правильно называется, оболочку. О! Я объясняю уже не первый раз. Это съедобная оболочка. Её можно снимать, а можно есть. Сразу понятно, что вы покупаете дешёвую хрень в этих, как его, в салфане. А это знатные сардельки. Ну что, мои дорогие, спасибо огромное, что были со мной, что смотрели меня. Может быть, кто-то ел со мной, а кто собирается есть, я желаю всем приятного аппетита. Хорошего вам настроения, позитива и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok